Добро пожаловать на серию самообучающих видеороликов по торговой платформе Multicharts.net Special Edition. Меня зовут Юрий Эпштейн. Я представляю компанию IMP Global Clearing из Чикаго, в которой я работаю уже на протяжении более чем шесть лет. Сегодня мы вам покажем, как использовать определенную функцию, так называемую Order and Position Tracker Window. Как мы видим, мы запустили платформу. Левой кнопкой мыши мы нажали на File New, смотрим, и вот здесь выбираем Order and Position Tracker Window. Появляется вот такое окошко. Мы его сейчас можем увеличить, можем растянуть. Итак, мы смотрим. Мы сейчас подключены к режиму демо. Об этом свидетельствует зеленый этот огонек, который горит слева от Paper Trader. Итак, мы здесь видим в профиле, что стоит соответствующий режим Account Sims 01. Если у вас реальный счет, у вас также загорится CQG. Здесь уже будет указан как отдельный счет. Мы видим, что у нас в демо-режиме изначально было 100 000 долларов. Осталось 99 837,5. В чем разница между этими двумя колонками? Я сейчас объясню. Эта колонка – это изначальный баланс нашего счета в начале соответствующей сессии. Equity – это свидетельствует о том, что, допустим, мы торговали, мы заработали 300 долларов. Эта колонка свидетельствует о текущей сессии и она покажет реализованный или даже не реализованный P&L по нашим сделкам. Здесь уже учитывается все, в принципе, что произошло в текущую сессию, за исключением комиссий и прочих издержек. Они уже вычитываются только во время клиринга. Последняя колонка – OpenPNL. Это показывает конкретный плюс или минус любых открытых, не реализованных, не фиксированных позиций. Как мы видим, у нас это только что изменилось. У нас было 125, а стало 150. Соответственно, мы заработали дополнительно 25 долларов, но мы позицию еще не закрыли. Как только мы закроем, показатель уже отобразится вот здесь и автоматически это учитывает все, что происходит тут со всеми предыдущими сделками, которые мы закрыли на протяжении соответствующей сессии. Следующая вкладка – это Orders. Здесь очень много информации дается о всех наших ордерах. Конкретно здесь показано, когда ордер был выставлен изначально. Здесь показывает, что произошло, конкретно время. Давайте растянем. Вот дата и время либо отмены, либо исполнения. Вот мы смотрим, формат американский, поэтому сейчас 13 мая 2016 года. Справа указан инструмент. Вот мы смотрим это кодировку CQG Plus NP500 и PM16. Здесь никакой информации там не дается, поскольку здесь либо 15-минутный, либо часовой график и так далее. В принципе, это здесь неуместно, поэтому здесь никакой информации в данном случае не предоставлено. Order Name – это название ордера. В принципе, это видно здесь, какие ордера у нас были. У меня были все входы, типа ордеров – это были все входы и, соответственно, по рынку. Поэтому везде написано «Market». Здесь уже указано, с какой стороны это происходило. Левая сторона, извиняюсь, красным цветом выделено Sell – продажа, с синим выделено Buy. Кстати, все эти данные с любой страницы мы можем экспортировать в Excel, нажав правой кнопкой мыши здесь или на любую клетку тут. Нажав Export to Excel, мы это можем экспортировать. Все эти данные можно выгрузить и сохранить в другом месте. Итак, мы смотрим, сколько контрактов. Здесь было quantity – это количество. Вот здесь было по 5 контрактов, здесь было по одному. То же самое здесь – это количество уже исполненных ордеров. То есть мы смотрим, все наши ордера исполнились. Мы выставили вот 5 и 5 и по одной здесь и все вот эти сделки. Это сколько осталось контрактов исполнить, поскольку все, опять же, у нас исполнены. У нас указаны все нули. Правее вот в Field свидетельствует о том, что все ордера исполнились. Стоп и лимит. Торгуя стопами и лимитами, здесь будут уже указаны соответствующие цены этих ордеров, поскольку мы входили по рынку. В данном случае это неуместно, здесь ничего не указано. Field свидетельствует о цене исполнения ордеров. Мы смотрим здесь по 2042, а здесь по 2042 и 25. И даже по 2042 и 50 вот эти ордера были исполнены. Смотрим правее. Видим GTC – это Good Till Cancelled. В демо режиме только можно выбрать Good Till Cancelled. Торгуя с реального счета. Если биржа это позволяет, у вас будет вариант Good Till Day. Это свидетельствует о том, что в таком случае вы также сможете снять любые отложенные ордера, которые по истечении соответствующей сессии еще не исполнились. То есть их платформа автоматически снимает. Good Till Cancelled свидетельствует о том, что ордер останется, отложенный ордер пока либо контракт не стечет, либо вы пока его сами не снимете. То есть он переходит уже на другую сессию, несмотря на то, что он до сих пор в ожидании исполнения. Здесь мы видим наш профайл. Это свидетельствует уже о режиме. Мы смотрим это демо. Точно так же здесь видим SIM-101. Извиняюсь, SIM-001. Здесь мы видим уже по порядку. Это был первый ордер, второй, третий, пятый, шестой и так далее. Следующая вкладка – это Open Positions. Это уже открытая позиция. Мы видим вот наша сделка. Прибыль сократилась, но всего лишь теперь 25 долларов, и то сделка еще плавающая. Средняя цена этой сделки по СМИДовым контрактам – это 2042,25. Позиция Long, то есть длинная по S&P в демо-режиме. Точно так же здесь можно уже посмотреть и конкретно выбрать. Кстати, хотел вам показать еще… Нет, это в следующей вкладке будет хорошо. Давайте тут… Это уже другая вкладочка. Тут уже о стратегиях. Используя автоматические стратегии, которые предлагаются как из стакана, так и из графика, мы сможем здесь любую статистику чисто по стратегиям получить, поскольку мы вручную ходили по рынку, не используя стратегии, здесь ничего нет. Здесь также можно отфильтровать по конкретным инструментам. Если у нас на протяжении сессии разные инструменты торговались, используя автоматическую торговлю или так называемую стратегию. Следующая вкладка – это вот история наших сделок. Вот мы смотрим… Давайте начнем с правой стороны. Кстати, я хотел сразу сказать, что здесь можно сверху From и To. Мы здесь можем, начиная от и заканчивая какой датой. Мы можем по датам своего рода фильтр включить, и он покажет по конкретным числам статистику нашего счета. Поэтому здесь не обязательно. Вы должны все смотреть. Если вам что-то не надо, здесь можно, конечно, отфильтровать это все. Итак, давайте посмотрим. Здесь уже дата и время указано. Мы прошлись, поэтому опять же демо-режим инструмента S&P. Здесь позиции нашего указа. У нас было четыре длинные позиции. Здесь количество контрактов по каждому трейду. Здесь указано, что мы закрыли сделку, поэтому был ноль. Это флэт. У нас открытых позиций нет в это время. И мы смотрим уже конкретно с правой стороны реализованный пенел. То есть это получается итог чисто по сделке без каких-либо издержек. Это чисто точка входа и точка выхода. Сколько мы заработали, сколько мы потеряли. Зеленый цвет – это либо мы ничего не заработали, либо мы в плюсе. Красный – это убыток, как мы видим. 12,5 и 75 долларов в данном примере. Вот здесь мы видим logs. Здесь уже конкретные сообщения. Если мы торгуем с реального счета, и нам надо посмотреть, здесь уже конкретные сообщения будут выскакивать. Мы можем посмотреть, что происходит, подключены ли мы к интернету. Здесь мы видим, работает ли у нас стратегия. Здесь мы смотрим на наш счет. Это будет демо-режим в данном случае. Если вы торгуете с реального счета, вы увидите номер реального счета. Здесь мы увидим наш инструмент. Здесь мы уже увидим категорию, здесь дату и время. Алерты – это, в принципе, оповещения, которые могут появляться. Здесь любые важные примечания будут указаны в этой вкладке. И тут – Trade Summary. Вот эту вкладку я искал, хотел вам показать. Очень удобно. Мы можем более четко конкретную информацию по нашему счету отгенерировать. Давайте я вам сейчас покажу вкратце. Мы должны отметить вот эти все галочки. Если мы их не отмечаем, это выделено серым цветом. Мы даже не можем при попытке ее нажать. Итак, давайте отметим. Мы сейчас отмечаем Paper Traders 7.001. Держимся в валюте. Это динамическая конвертация. Я не советую это использовать, поскольку это на ваш итог никак не влияет. Здесь просто визуально платформа Multicharts в реальном времени, используя приблизительно текущий рыночный курс, переведет вашу статистику в любую из этих валют. Опять же, со стороны брокера и FCM, если у вас был счет и сделка в долларах, она на самом деле остается в долларах. Это никак ни на что не влияет. Поэтому это очень важно. У меня однажды был клиент, он в евро все перевел, а переслал нам доллары, и он не понимал, почему он получает отчет в долларах, а в платформе все в евро. Он думал, что мы весь его ведомо конвертацию произвели, поэтому это далеко не так. Я вообще, честно говоря, советую не трогать это. Оставьте как есть, намного упростите себе жизнь. Итак, мы можем посмотреть здесь. Наш фильтр – это формат американский, то есть 5-го числа 6-го месяца, то есть 5-го июня статистика заканчивается и начинается с 13-го по 5-го. Итак, мы можем посмотреть здесь наш капитал. Как я говорил, у нас изначально было 100 тысяч долларов. Если мы нажмем на Generate, мы увидим сразу статистику по нашему счету, она появилась. Здесь мы видим чистую прибыль – 2750 долларов. По всем сделкам, по длинным сделкам у нас минус 100, по коротким позициям у нас плюс 2850 и так далее. Здесь мы уже видим просадку. И, в принципе, здесь очень много разной информации. Здесь количество ордеров прибыльных, суммарно, сколько у нас было сделок и так далее. Поэтому очень много разной информации. Мы потом в другом ролике можем пройтись по всем этим пунктам. Я дословно могу перевести. Главное, что здесь уже метрика, вся статистика идет. Вторая колонка – это абсолютно все наши сделки. Третья колонка – это уже все длинные позиции, то есть покупка. И четвертая колонка – это все короткие или шорт наши позиции. Благодарю за внимание. С вами был Юрий Эпштейн из компании MP Global Clearing. Удачной торговли и до связи. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...